14 часов 3 минуты, полет нормальный, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. Здравствуйте, друзья, в эфирной студии очаровательная Александра Хайрулина. И Роман Шахов по-прежнему отмечает свой день рождения, друзья. Надо сказать, что гости у нас тоже специальные абсолютно, потому что, да, Рома очень любит это дело, которое будем обсуждать сейчас. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас профессиональный речевик-имиджмейкер, консультант в сфере политики бизнеса и телевидения, исследователь, экспериментатор проблем голоса, фонопед Ольга Ходокова. Ольчка, добрый день. Здравствуйте, Роман, с днём рождения вас. Спасибо, спасибо. Александра, привет. Добрый день, привет. Оль, я вот расскажу, это очень важно, интересно, 30 мая в образовательном центре Сити-класс, друзья, Ольга будет рассказывать, раскрывать 10 секретов успешной самопрезентации для жизни и бизнеса. Значит, раскрываются следующие вопросы, психологические характеристики голоса речи, речевой портрет лидера, зависит ли голос от характера, влияет ли голос на судьбу человека и так далее и тому подобное. В общем, тема-то оказывается очень-очень глубокая, невероятно интересная. Я бы сказала, Александра, актуальная, потому что очень много людей приходит для того, чтобы найти свой успешный публичный имидж, для того, чтобы уметь себя продать. Да, ну а сейчас очень многие, конечно, хотят себя продать и подороже продать, не просто так продать. И в основном, я уже, Саш, узнал, торгуют мужики, понимаешь, женщины. Кстати говоря, да, мы с Романом разговаривали до эфира, что на групповые приходят в основном женщины, но на индивидуальные приходят в основном мужчины, для того, чтобы уметь тоже, как уже мы говорили, себя продать, себя показать, что я начальник. Не только же начальники, Оль, вы же работаете и с политиками, ты работаешь, да? Да, с депутатами, с политиками, это особая каста. Они тоже, конечно, хотят расположить к себе и вызвать то самое доверие. Оль, ну что, люди эти обучаемы, скажите нам честно? Александр, дорогая, у меня все обучаемы, потому что ко мне приходят энергетические те люди, которые должны ко мне приходить. У меня никто не задирает нос, а делают все то, что я им говорю. И, слава богу, получают очень хорошие результаты и довольны, и мы с некоторыми дружим общаемся. В общем-то, все отлично. Имидж голоса, вот, Ром, это такой важный вопрос, мне кажется, с которого важно начать. Вот приходит к тебе человек на консультацию, хочет стать известным, знаменитым, дорого продать себя, а ты ему с порога сразу говоришь, голос у тебя не тот. Говорю честно, я обычно работаю очень четко. А если он с ним родился, с таким? Как? Не совсем. Тут ситуация какая. Человек рождается свободным, но наш социум и 70 лет коммунизма, они очень влияют на голос. Потому что, когда у тебя зажатое тело, когда у тебя куча-куча комплексов, то все это отражается в первую очередь на голосе. И голос, я бы даже сказала, не ставить надо, а голос необходимо освобождать. То есть, когда он у тебя свободный, разбудить природный звук. Скажи, пожалуйста, у тебя как-то получилось? Но мы об этом чуть позже поговорим. Сейчас необходимо нам что сделать? Запустить музыкальную составляющую. Да, Денис Майданов, Лолита. Вот как тебе кажется, Оль, по секрету между нами? Тут вот у музыкантов все в порядке с голосом, с имиджем? Или есть на чем работать? Майданов не очень нравится. А Лолита? Лолита специфическая. Специфическая. То есть, ее бы записать к тебе на прием, да? Нет. Ну, просто потрещать по девчачьему. Потрещать по девчачьему, да, кстати говоря, можно. Реша, друзья, мы продолжим общение с нашей гостью, телерадиоканал «Страна-ФМ». Оставайтесь с нами. Подбивайте. Я не хочу один на крае земли. Я не хочу придуманной любви. Я не хочу красивых слов пустых. А ты, а ты? Порой так мало нужно теплоты. Порой так сложно перейти на ты. Я не хочу стоять у той черты. А ты, а ты? Стереть холодные дни, понять, что мы не одни. На территории сердца. Оставить все за спиной и быть самими собой. На территории сердца. Туда, где любят и ждут, туда, где веря не лгут. И где так просто согреться. Туда с надеждой идут. И знай, что я тебя жду. На территории сердца. Когда сорвется солнце с высоты. Когда обманут песни и мечты. Когда с ума сойдешь от пустоты. Приду, а ты Холодной ночью за твоим окном Пролиться теплым, ласковым дождем Я стану небом для твоей звезды А ты, а ты Сделеть холодные дни Понять, что мы не одни На территории сердца Оставить все за спиной И быть самими собой На территории сердца Туда, где любят и ждут Туда, где верят и лгут И где так просто согреться Туда с надеждой иду И знай, что я тебя жду На территории сердца На территории сердца На территории сердца На территории сердца 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 Придуманная Я не хочу Придуманная Я не хочу Красивых слов Пустых А ты И снова, граждане, в гостях страны Ольга Ходокова Дорогие друзья, если хотите научиться красиво Со смыслом, со звуком, с посылом Тогда внимательно смотрите и слушайте нас Ну вот, насколько я поняла Неважно даже, что ты говоришь Гораздо важнее Как ты это говоришь Оль, можно так выразиться? Да, абсолютно, потому что Всегда важна отдача То есть многие ораторы Они просто рассказывают Есть такое понятие, как слово говорение Вот ты говоришь, ты выходишь Лишь бы тебе рассказать Да, бубнешь такой некий А есть понятие словесного действия То есть когда ты что-то говоришь И ты хочешь некой отдачи от аудитории А когда идет отдача от аудитории То тебе легче, как выступающему А если ты стоишь, они сидят Все уже в телефонах Все уже переписки Да, все в телефонах, всем, да Скукотень полнейшая А когда, конечно, ты воздействуешь своим словом То есть ты четко Или ты доказываешь, ты интригуешь Ты радуешь, еще что-нибудь делаешь То, конечно, аудитория становится Как единый организм По голосу можно абсолютно четко сказать Какой характер у человека Да, и чуть ли не как Скложилась судьба Нет? В основном, да Можно такое сделать Больше это касательно мужчин Например, если у мужчины Да, очень такой завышенный, Ром, голос Тебе это точно Тебе это не относится Такой высокий Да, высокий, завышенный Ты знаешь, что Или стресс очень большой Или это Мама с папой волевые Особенно мама Так что, да Это проблема бывает очень сильная Например, когда мама очень давит Ты должен быть всегда В шикарной форме Ты должен получать одни пятерки Так, ты получил четверку И все, ребенок зажимается И все дыхательные мышцы То есть диафрагма, легкие Они начинают зажиматься Зажиматься начинает Начинает горло, плечи И это, конечно, колоссальные проблемы У меня тоже такие ученики есть Оля, а что ты с ними делаешь? Ты их заставляешь Как вот некоторые известные Очень там артисты Разговариваются так вот Низко специально Ты там, алло, по телефону А, скажи, алло Скажи, алло Нет, не совсем так, конечно Мы начинаем снимать зажимы Самый хулиган зажим Это шейно-плечевой сустав Хулиган зажим Да, потому что здесь Я уже, да-да-да Потому что здесь находятся связки А здесь трапециевидные мышцы Которые тоже зажимаются И многие говорят Оля, ты знаешь, когда я выступаю У меня язык неповоротливый Не имеет, да Да, не имеет Нет, это не афоризм Для меня, как для педагога По технике речи Это не афоризм Потому что трапециевидная мышца Уходит чётко в корень языка И когда у тебя зажимается Шейно-плечевой сустав Естественно, у тебя зажимается язык Так, как помочь? Всё время массаж Шейно-воротниковой зоны? Да, ты угадала Массаж Именно этой зоны Необходимо Плюс ко всему Зажимать Например, ты зажимаешь Плечи, шею И ты расслабляешь Вот необходимо, да Приучать мышцы Зажиматься, расслабляться Зажиматься, расслабляться Я показываю, друзья Да, то есть вот так вот Зажал, расслабил Проверил Поднимаем к ушам плечи Опускаем И опускаем, да Рома, спасибо тебе большое Что можно изменить в своём голосе И сделать свою жизнь успешнее Вот как раз, наверное, о расслаблении Здесь речь идёт Да, сначала расслабление Для того, чтобы ты себя публично Чувствовал естественно Я всегда за естественность Потом, конечно, это Постановка правильного дыхания Я называю это полным дыханием И потом, конечно, идёт разработка голоса Разработка регистров И я на своих занятиях Всегда подбираю правильный, нужный тон Вот, например, у меня есть два Сергея Один Сергей Такой тёмненький У него острые черты лица Я говорю, Серёжа, тебе нужен баритон То есть тебе пониже И я понимаю, что он у него есть То есть я не насилую его А понимаю, что там по диапазону можно Куда качнуть А есть такой светлый парень Я говорю, Серёжа, тебе баритон не идёт Тебе чуть надо повыше Олечка, а как ты думаешь А вот Роману идёт какой? Рома, скажи, что ты Я как раз светлый и повыше Светлый, может быть, ему повыше лучше говорить Нет, нет, нет Потому что у него тоже есть такие Он, кажется, ему бы пошёл Пошёл бы вот этот Повыше? Да нет Мне кажется, нет Ну хорошо У него такие более острые черты лица Мне кажется, всё-таки нет Ему... То есть я своим голосом говорю Да, своим Мы продолжим общаться с нашей гостью Кстати, если у вас какие-то есть вопросы Быстрее пользуйтесь случаем 8909-928-1-89-9 Ватсап и Вайбер Ну и оставайтесь обязательно с нами Телерадиоканал «Страна ФМ» Города и страны между нами И страшно, и больно Но я не боюсь Мы немного страны И речами Нельзя описать это пусть Ты во мне, ты во мне Мы в игре наравне Мы в одной западне Мы в огне Пола-половинки Любви Никогда, никогда, никогда Никогда, никогда Не отдам Пола-половинки Любви 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 Ни огонь, ни вода Мгновенья в года Навсегда 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 Череда событий Мы разбиты Осколки вселенной Укроешь собой Между нами Между нами Нити Под защитой Ты знай Мое сердце С тобой Ты во мне, ты во мне Мы в игре наравне Мы в одной западне Мы в огне Пола-половинки Любви Никогда 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 Не отдам Пола-половинки Любви Ни огонь, ни вода И мгновенья в года Навсегда 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 Пола-половинки Пола-половинки Любви Никогда 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 Не отдам Пола-половинки Любви Ни огонь, ни вода, и мгновенья в года Навсегда, навсегда, навсегда Друзья, вы слушаете и смотрите «Страну ФМ» правильно делаете, потому что через какое-то время, через 20 минут вы уже станете абсолютно другими людьми. Да, возможно, вы, если не станете говорить по-другому, но хотя бы вы будете к себе прислушиваться, поймёте направление, как это сделать. И задумайтесь над тем, чтобы что-то изменить в своей жизни. У нас совершенно прекрасные гости, Ольга Ходокова, речевик, имиджмейкер, в общем, всё, что касается голоса, правильной подачи себя. Множество интересных мастер-классов даёт Ольга, вот все буквально в образовательном центре «Сити-класс». Вы можете заходить внимательно, смотреть за расписанием. Мне, конечно, очень заинтересовал также один мастер-класс, который называется «Волшебный голос женщины». Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ольга, несколько слов. Для чего это? Мне кажется, там, наверное, очень много посетительниц на этом мастер-классе. Приходит женщина для того, чтобы интриговать своих мужчин, для того, чтобы раскрывать себя, свой женский потенциал. Потому что всё-таки мужчина любит не только глазами, но и ушами. И если, например, женщина пищит «Привет, дорогой! Вася, Вася, привет!» Он начинает, этот голос мужчину, вернее, он раздражает. Между прочим, знаешь, что хорошо таким голосом делать? Кричать в одной части вагона метро, в другой части точно будет слышно. Но мы сейчас не об этом. Это здорово. И поэтому это мужчину раздражает, потому что ассоциация с таким голосом у мужчины, как с... как она называется... с мигалками. Сирена. Это всегда такая некая сирена, да. И это очень сильно раздражает. И поэтому для того, чтобы тебя полюбили как женщину, надо себя тоже раскрывать и через голос. То есть даже если он песклявый и высокий, то всё равно его можно поменять. Его можно... Как это сделать мягким, шахрозат, такая же, чтобы она рассказывала сказки. Да, такая некая шахрозата, да. Чтобы сказки им рассказывали, чтобы убаюк. И добивалась своего тихонечко, тихонечко, тихонечко. Девочки, вы вот тут щебечите по теме. Да, есть такое. Я бы хотел, знаете, что спросить. А какие-то практические, может быть, нас слушают, смотрят сейчас... Можем дать, Оль? Практические. Да. Рекомендации, советы, приёмы. Если по поводу... С чего-то начать, да. Ну вот Ольга сказала, что обязательно ей нужно увидеть сначала человека, да, черты лица, опять-таки, даже форму тела. Для того, чтобы определить чётко, какой же голос должен быть. Ну, если, предположим, всё-таки какую-то самостоятельную часть, вот если она возможна, пока без похода к специалисту. Самостоятельную часть, честно, боюсь, потому что некоторые ко мне приходили, ученики, которые по видео занимались. Но когда ты занимаешься сам, ты себя не слышишь. Конечно. Нет того человека, который бы мог помочь и сказать тебе, что это правильно, а это неправильно. И поэтому здесь, конечно, такие практические упражнения, что-то давать, правда, тяжело. Ну, может, что-то хотя бы. Кстати, в общем, но я единственное, что могу сказать, это, конечно, по поводу дикции, кстати говоря. Потому что формула, формула успешного человека – это голос плюс дикция минус желание нравиться. То есть когда мы хотим, вернее, не хотим нравиться, а когда мы переживаем за то, что мы говорим, за то, что мы делаем, и как мы это делаем, очень важно. То здесь, конечно, ты становишься более раскрепощенным и более естественным. И поэтому, конечно, например, что я делаю со своими студентами, я сейчас вам расскажу. Есть одно выражение. Студенты это называют «наша смерть пришла». Боже мой! Не хотелось бы, конечно. Сейчас мы с вами, кстати говоря, сейчас мы с вами попробуем. Рома, включайся. Итак, например, звуксочетание. Есть такие пучки согласных. Вот одно буквально скажу. КТПА. То есть КТПА – это разработка всего артикуляционного аппарата. К – это корень языка, Т – это кончик, П – это губы, А – это нижняя челюсть. Что происходит? Мы сначала начинаем медленно говорить КТПА. 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 КТПА-КТПА. КТПА-КТПА. А теперь КТПА-КТПА-КТПА-КТПА-КТПА-КТПА-КТПА-КТПА-КТПА. Как красиво. КТПА-КТПА-КТПА-КТПА. Потому что надо записать. Вы знаете, да, у Ромы день рождения просто сегодня, поэтому он даже то, что осталось от празднования. От празднования, да. Пробка. Рома, клади, пожалуйста, пробку в зубы. Друзья, желательно вертикально. Те, кто нас не смотрит по каким-то причинам, а слушает, рассказывают, действительно, пробка от алкогольного напитка, от шампанского уже во рту у Романа. Итак, Рома, КТПА. КТПА. КТПА-КТПА-КТПА, Ром. Рома, докажи мне КТПА-КТПА-КТПА-КТПА. Снимай. И теперь скажи, КТПА-КТПА, докажи. КТПА-КТПА. 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 Дорогая Олечка. Так что вот так. Олечка, дорогая, спасибо тебе огромное. Пожалуйста. Потому что теперь я знаю, в общем-то, да, способ, как немножко повлиять на Рома, иногда дать ему отдохнуть. Просто пробку эту буду с собой брать на эфиры и периодически... Да, ему давать эту пробку. Рома будет самозанятым сотрудниками. Очень хорошее упражнение. Мы вернемся и обязательно продолжим общение с нашей гостьей. Оставайтесь и выйдите на радиоканал «Страна-ФМ». Слушай, смотри «Страна-ФМ». Я, минуя мир иной, иду по мостовой. Каждая минута в кайф, целый мир под ногой. Час в пике, любимый город, ходит счастье лети. Где твоя удача, брат? Нам с тобой по пути. Твой навигатор настроен на туда, где тепло. Ты, мой друг, если чё ты стоишь, а не просто трепло. Твой шанс где-то рядом, используй его. Ведь кому ты нужен здесь, кроме себя самого? Каждый хочет знать, где и в чём его ремесло. Я просто делаю своё музло. Каждый хочет знать и верить, любит, да дрожжи по коже. Если ты с небом хорош, оно всегда поможет. Небо поможет нам Небо поможет искать И небо поможет нам Небо поможет всё взять И небо поможет нам Эй, чтоб словить денег мешок, купи билет в лото А свои пустые бредни оставь на потом Мне же не надо ничего, я сам себя нашел Видеть мир реально прекрасным, а не мнимое шоу Не зная точный путь, не зная тех преград Мы вышли на старт и ни шагу назад И счастье, что зовут, не за горами, брат Лишь будь готов к нему, все мигом забрать Каждый хочет знать, где и в чем его ремесло Я просто делаю своему зло Да, нам нужно все сразу, да, нам не нужно позже Мы с тобой, братишка, до конца И небо нам поможет Небо поможет нам Небо поможет искать И небо поможет нам Небо поможет все взять И небо поможет нам И небо поможет нам И небо поможет нам Небо поможет нам И свет в твоем огне Тебе напомнит Тебе напомнит обо мне Дорогие друзья, напоминаю вам, что у нас в гостях Ольга Ходокова И если вы хотите красиво говорить Если зачем-то вам это в жизни необходимо Тогда внимательно смотрите и слушайте Страну Эфм А необходимо даже не только для публичных выступлений Необходимо даже для того, чтобы привлечь противоположный пол Друзья, телерадиоканал Страна Эфм Слушайте, запоминайте внимательно К нам пришел вопрос Вот девушка спрашивает, какой голос Оля привлекает мужчин Привлекает стопроцентно более низкий голос И обволакивающий Есть такое понятие, как рубленная отрывистая речь Когда женщина разговаривает именно таким голосом Привет, дорогой Сегодня мы с тобой идем в театр Так, это хорошо? Понятно, что это плохо Это плохо, да Да, когда точки ставят А если он скажет Дорогой Дорогой Мы сегодня с тобой вечером идем в театр В театр То есть необходима такая некая повал А завтра в магазин А завтра в магазин с тобой идем Да, так что Когда голос звучит пониже Когда есть красивая мелодика То, конечно, это очень привлекает мужчин А, ну, хотя бы маленький секретик Как женщине научиться говорить Вот так плавно, словно реченька журчит Необходимо Проговаривать пословицы Поговорки русские народные Потому что это как раз в этом Вот, кто бы мог подумать Например, мы говорим Пословица не мимо молвится Не всякая пословица при всяком молвится Ой, девочки, если вы еще выучите пословицы И встретите своего любимого Вы еще и удивите Начинайте с пословиц Удивите его и покорите И делать обязательно акценты То есть не говорить Делай удар на каждое слово А говорить именно Делай удар на что-то одно Пословица не мимо молвится, к примеру Ой, как интересно Оля, еще один есть мастер-класс У тебя Продавай голосом голосовой имидж менеджера Хотите, признаюсь, на всю страну Дорогая страна FM Мастер-класс Продавай голосом Это мой самый любимый мастер-класс Так Да, именно так Ну расскажи, как Много продавцов, да Все продавцы бегут, бегут тебе сломя голову Продавцы бегут сломя голову Потому что продавать себя Это очень важно А вот это Подходи, не скупись, раскупай живописи Это уже не действует Мама дорогая Саша Нет, это уже не действует Это ретро, да Это уже ретро, да Это уже не наше время Старый подход Да, старый подход, который себя изжил причем Но, конечно, умение энергично преподносить себя Умение воздействовать своим голосом Это, конечно, очень важно Есть даже такое Не знаю, слышали вы или нет Есть понятие притяжения голосом То есть когда ты реально притягиваешь с собой Когда ты обращаешь внимание Я вам тоже открою секрет Я очень многое, что я преподаю Я испытываю на себе, на своих близких И вот когда мы идем с мужем в гипермаркет Я всегда ему говорю Леш, Леш То есть как бы тяну на себя Притягиваю звуком И он всегда обращает внимание И даже был один раз такой Он где-то там вдалеке стоял А я где-то там Ну, в другом месте стояла Я такая ему говорю Леш, Леш, я здесь И реально Люди между нами Ноги так оп И все Леши И все такие Леши Серьезно, не шучу, правда То есть умение притягивать Умение завораживать Умение делать так Чтобы твоя речь была живой Потому что у многих продавцов У многих руководителей Речь мертвая И надо обязательно ее оживлять Надо обязательно зажигать Я говорю, друзья, надо сжечь Вот тогда ты будешь интересен Крепкий чай нужен на занятиях? Крепкий чай нет Крепкий чай Нет, нет, нет Потому что крепкий чай Вот я практически от него отказалась Он очень сильно сушит горло И когда я напьюсь крепкого чая У меня горло сухое И звук получается таким Очень неприятным Глухим получается Так, Олечка А как же тогда вот пять капель Каких-нибудь там Пять капель нет Добывать тоже Пять капель не надо Ничего абсолютно То есть все решает тренировка Это очень важно Потому что это ремесло С упражнениями, друзья Все достигается упражнениями Телерадиоканал «Страна.ФМ» Мы продолжим говорить О правильно красивой речи Об имидже голоса Но сначала у нас Валерия Демонстрация голоса, да 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 Что ты знаешь обо мне Каждый день, как на войне На моей душе боня Ну давай, стреляй в меня Новый день и мне опять Умирать, умирать и воскресать Ненавидеть и любить Но тебя мне не забыть И когда я прохожу На аэропортах сквозь рамы На экранах видны Мои душевные раны Если начал лечить Загляни в мою карту Каждый твой поцелуй Равен микроинфорту И когда я прохожу На аэропортах сквозь рамы На экранах видны Мои душевные раны Если начал лечить Загляни в мою карту Каждый твой поцелуй Равен микроинфорту Ничего не говори Это как огонь внутри Это как пенящий маг Но может у тебя не так Это как кричать постой С головой совсем пустой Это как хороший джаз Это музыка для нас И когда я прохожу На аэропортах сквозь рамы На экранах видны Мои душевные раны Если начал лечить Загляни в мою карту Каждый твой поцелуй Равен микроинфорту И когда я прохожу На аэропортах сквозь рамы На экранах видны Мои душевные раны Если начал лечить Загляни в мою карту Каждый твой поцелуй Равен микроинфорту Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, чтобы выступая публично Не испытывать микроинфарктов Работайте над голосом Ольга Ходокова Сегодня в гостях В телерадиоканале Страна FM Учитесь, друзья, что необходимо делать Оль, понятно, что касается Голоса, имиджа голоса Правильное восприятие Людей тебя с твоим голосом А как вот понимать Один из подпунктов Твоего мастер-класса Слова-паразиты И их психологическое обоснование То есть ты еще и вычисляешь У каждого какие слова-паразиты? Да, конечно, обязательно Есть ряд нелегитимных слов Которые выдают Сущность человека Какой ужас Вот так вот Сколько? Парочку хотя бы Хорошо Самое распространенное Самое противное Это слово «как бы» Как бы пришел Как бы сел Как бы сказал И так далее Это говорит о тотальной Неуверенности человека Или в себе Или в том, что он говорит Некоторые говорят Как говорится То есть тем самым Они снимают ответственность себя Друзья, это не я Это кто-то когда-то сказал Моя хата с краю, друзья Ничего не знаю И поэтому здесь, конечно, Главная проблема И надо от этого избавляться Оль, есть еще одно такое слово Слушай, слушай Часто говорят, слушайте Ну вот послушайте Или слушай Когда говоришь Послушайте, слушай Это тоже где-то Ты в себя не веришь Ну послушайте Послушайте Если звезды зажигают Это кому-то нужно Поэтому Это Ты в себе Опять же не веришь То есть ты не доверяешь себе То есть ты Где-то Ты проседаешь И поэтому Ну послушай меня Послушай Слушай Как бы надо срочно В общем У своего лексикона Ну и главная борьба С паразитами Это постоянный контроль Своей речи Ой, это такая проблема Конечно, контролировать надо обязательно Можно попросить близких помочь В этом постоянно Близких, да, можно помочь Штраф, например Да, штраф И еще, что очень важно Да, кстати, штраф Это действует молниеносно Это парадоксальная уже техника Но себя важно слушать Себя важно слушать И еще Важно уменьшать Или замедлять Темп речи Потому что Когда ты говоришь быстро Ты не успеваешь себя слышать И слушать То, что ты говоришь И придумать до конца Да Потом начинает забивать паузу Еще знаете, что самое страшное есть Что я терпеть не могу Это паразитирующий выдох Когда, например, руководитель Начинает некое совещание Говорит Друзья, здравствуйте Слышали, да, вот этот выдох? Паразитирующий выдох Да, паразитирующий выдох Это говорит о том Что ты не хочешь быть здесь О том, что Те люди, которые с тобой сидят Они для тебя не важны В общем-то, это тебя не красит Лучше Дышите мимо микрофона Дышите мимо микрофона Да, лучше глубоко вдохнуть Да, лучше вдохнуть спокойно И сказать Друзья, здравствуйте Мы начинаем тролли-вали 50 Ну и в конце концов Можно пробежаться до микрофона Уже тогда одни будут Дыхание в микрофон Звери Это так прекрасно Дели радиоканал Страна ФМ Продолжаем Если все пойдет по плану Если все пойдет по плану Где-то в теплом океане Мы останемся одни Если сразу мезополят Будет накрывать волнами Это только между нами Никому не говори Солнце хрустально Желтый покалок Знаешь, как мне тебя не хватало Все еще будет И не напрасно Ты так прекрасна Ты У тебя глаза такие В них утонет короткие Если подобрать простые Получаются роман Если нас с тобой разбудят В общем ничего не будет Только битая посуда Только сломанный диван Солнце хрустально Желтый покалок Знаешь, как мне тебя не хватало Все еще будет И не напрасно Ты так прекрасна Ты Так прекрасна На цветном и на каретном Беспробудно, беспросветно Помнишь, как великолепно Если да, то подмыгни Как вокруг кипели страсти От любви и до коварства Я хочу так много счастья Чтобы вам не унести Солнце хрустально Желтый покалок Знаешь, как мне тебя не хватало Все еще будет И не напрасно Ты так прекрасна Ты Так прекрасна Ты Совершенно прекрасный Профессионал Настоящий мастер своего дела Ольга Ходокова Сегодня у нас в гостях Между прочим, актриса по образованию И вот уже очень много лет Занимается техникой речи Занимается имиджем голоса Действующий педагог в вузах Только двум вузам посчастливилось Пока в Москве В лице Ольги Преподаватели Ну и, конечно, масса возможностей У каждого из нас с вами Позаниматься с Ольгой Получить массу очень полезных советов Которые сделают нашу жизнь В итоге получаться счастливее И гармоничнее И успешнее Вот образовательный центр Сити-класс Друзья, добро пожаловать Есть официальный сайт И там есть, в общем-то, полное расписание Когда можно там встретить Ольгу Различные ее мастер-классы Ближайшие 30 мая Как раз 10 секретов Успешной самопрезентации Для жизни и бизнеса Действительно, это очень и очень важно Мы сегодня с Романом в этом убедились Оля, читать вслух важно? И что читать? Подскажи Читать классику Мне нравится Чехов Потому что это простой язык Простой, понятный Для того, чтобы обогатить А как же Гоголь? Гоголь нужен? Или не сразу? Ну, мне нравится больше Чехов Все-таки как-то из всех Я как-то заставляю Чехова читать Он такой достаточно простой, лаконичный Потому что речь профессионала Должна быть простой Когда начинают что-то закручивать Перекручивать Ой, конечно Это уже театральный режиссер получается Это уже да Это что-то далекое от педагогики Себя надо записывать, да? Потом переслушивать Как ты советуешь? Да, записывать, переслушивать Да, обязательно То есть надо Привыкнуть к своему голосу И понять, что у тебя Не пугаться Да, не пугаться Понять, какие у тебя проблемы с голосом Олечка, многие знают Но не все далеко Что с утра голос наш спит Мы проснулись, а голос еще спит Вот какое время? Вот такой совет Как правильно начать день Чтобы связки не повредить Чтобы говорить хорошим, красивым голосом Ну, во-первых, я рекомендую с утра пить воду Тепленькую Да, такую теплую Комнатную температуру Обязательно Не холодную Обязательно чуть-чуть разойтись Проснуться Может быть, сделать небольшую зарядку Я делаю зарядку, правда С моим графиком работы Дыхательная или какая-то общая? Сначала вообще Сначала просто гимнастика Потом раздышаться обязательно Сделать вдох глубокий И выдох тоже достаточно мощный А потом, конечно Ну, это пока поднято, что все в теории рассказываю Но все-таки вибрационный массаж Это когда ты будешь все свои регистры Все свои полутона Резонаторы, да, обязательно Или там высокий регистр Средний регистр Низкий регистр Да, вот этот Получать Ну, к примеру, так Вкратце Так Совсем коротенечко, да Ну и на крики уже Как бы на выяснение отношений Лучше ближе к вечеру приходить, да? Мне кажется, здесь очень зависит еще от человека Если ты жаворонок То, конечно, можно с утра покричать Но я вообще не советую кричать Особенно женщинам Как мы уже поняли сегодня И портишь имидж Портишь связки Особенно, если у тебя неправильная постановка дыхания И портишь отношения между людьми Кстати, да Ну, между прочим, женщинам лучше, как мы выяснили, говорить обволакивающими голосами Что кричать-то? Нежно и плавно А мужчинам стараются говорить пониже все-таки Мужчинам, да Потому что низкий голос — это статус Низкий голос — это доверие Низкий голос — это надежность Вот если ты хочешь реально быть надежным И чтобы тебя слушали Кстати, этому я учу депутатов Олечка, спасибо огромное Из-за наших депутатов Из-за наших актеров Из-за наших телеведущих И вообще за эту важную и нужную профессию Да, спасибо вам большое Всегда рада Ольга Ходокова, друзья, была в гостях у нас Спасибо Спасибо невероятно До новых встреч Лучше все говорить правильно и красиво